Хрустальная красотка весом почти в тону. Это о главной люстре театра оперы и балета, которую каждое лето моют до блеска и скрипа, чтобы открытие нового сезона было блистательным не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Что происходит в закулисье оперного, когда артисты уходят на каникулы, подсмотрела наша съемочная группа. Когда завершается очередной сезон и артисты уходят в отпуск, залы пустеют. Но здесь начинается другая, не менее важная работа. Подготовка театрального пространства к новой встрече со зрителем. Все мы, приходя в театр пиробалета, обращаем внимание на шикарные люстры, которые висят под потолком. Но мало кто знает, как они выглядят вблизи. Вот эта, например, центральная весит около 850 килограммов. Рядом с ней располагается 8 таких же, но поменьше. Они романтично называются спутниками и весят около 200 килограммов. Таким образом, над зрителями целая солнечная система из 8 планет и центрального солнца. Опускают люстры не для того, чтобы их разглядеть, а чтобы эти красавицы предстали в новом сезоне во всем своем блеске. Для сравнения, масса одной только центральной сопоставима с параметрами среднестатистического легкового автомобиля. А суммарно все эти светильники весят примерно как слон. Поэтому каждый год специалисты проверяют и стальные тросы, накручивающиеся на лебедку на чердаке театра. Мы каждый раз на нее смотрим, устала она или не устала, сколько она театральной пыли за сезон в себя впитала. И для того, чтобы открытие нового театрального сезона прошло ярко, мы ее каждый год опускаем, моем, чистим, меняем все лампочки, меняем механизмы. Смотрим на тем, чтобы она блестела и своим блеском притягивала нового зрителя и притягивала театральные красивые яркие премьеры. Мытье таких изящных кованых люстр – процесс трудоемкий, но по-своему волшебный. Протирает плафоны и элементы из хрусталя специальным раствором. Ой, мне очень нравится. Люстра красавица. Ее мытье до науствия. Очень красивое, нарядное. Прямо как в царском дворце. У меня опыт есть. У меня дома такая люстра много лет была. Я театралка вообще. Я обожаю театр. И мне тут работать, как говорится, в удовольствие. Я себе не напрягаю. Просто создавать чистоту, уют, красоту для артистов, для зрителей. Мне просто это в кайф. На большой люстре около 70 деммирующих, то есть регулируемых ламп накаливания. На маленьких примерно в два раза меньше. Мощность всех вместе около 18 киловатт в час. Электрик Александр Карельский работает в театре оперы и балета более 10 лет и каждый год проводит техническое обслуживание этих красавиц. Проверяет изоляцию кабельных линий, меняет патроны и лампочки, чтобы потом в течение сезона не пришлось опускать люстры снова, ведь процедура сложная. Эти светильники висят здесь с момента постройки здания, то есть более 60 лет, и стали своеобразной визитной карточкой театра. Эта люстра уже ветеран. Ветеран из всех люстр, которые здесь знают. Конечно, когда с ней работаешь, у тебя, вот видите, вот объяснить не могу. Когда заходит человек в зал, сразу обращает внимание, глаза поднимаются кверху, особенно когда она загорается, и смотрит на нее красота, блестит, веркает. Очень красиво. Когда мы ее опускаем, люди, которые заходят в зал, артисты те же, работники все достают свои фотоаппараты, камеры и любят фотографироваться возле этой люстры. Часть работ тут уже завершена. Паркет в фойе блестит новеньким лаком, стены покрашены. На август запланированы мытье окон и стирка штор. Впервые в истории Воронежского оперного сцену покрыли специальной черной мастикой, которая не только защищает древесину от разрушения, но и обладает огнеупорными свойствами. Этим же составом, но другого цвета пропитали оркестровую яму и зрительный зал. Такая практика не редкость в ведущих столичных театрах. Плюс проложили светодиодные полосы, за которые нельзя заходить во время спектакля. В тот момент, когда зрители не видят спектакли, технические службы, инженеры работают над тем, чтобы театр стал краше, чтобы театр стал лучше, чтобы какие-то вещи исправили, подкрасили, доделали. Параллельно с косметическим ремонтом основного здания идет строительство нового, где будут располагаться цеха и репетиционные помещения. Репертуар театра с каждым годом растет, но вместе с ним увеличивается количество декораций и костюмов, так что места для них уже категорически не хватает. Площадь этого корпуса около 7 тысяч квадратных метров, пять этажей над землей, которые еще возводятся, и два подземных, которые уже почти готовы. Единственная сложность, что объект располагается в центре города, конечно, это доступность, то есть подвозы материалов и, соответственно, ограниченные строительные площадки. Большинство работ приходится производить с колес. Плюс еще пока шли земляные работы, это постоянно идут археологические наблюдения. То есть вот мы здесь, когда копали котлова, нашли фундаменты и стены здания начала 18 века. То есть, соответственно, пока работали археологи, нам приходилось приостанавливать свои работы. Ну, ничего не поделаешь, история тоже важна. Подготовительный этап занял много времени, но подрядчик уверяет, работы делает на совесть и завершит все в срок. Что касается проекта реконструкции основного здания, то он все еще проходит госэкспертизу и многочисленные согласования.